всем привет решил записать такой вот маленький видеоблог говорят сейчас это достаточно модно в общем я не к тому мой канал на самом деле мертв причем достаточно давно мертв я для него ничего не пишу не снимаю и в принципе я в этом ничего плохого не вижу потому что я трачу все силы на работу но сейчас я решил попробовать все-таки возродить мой канал причем возродить возродить его не по технике не по моей работе хотя может быть там и такие материалы будут попробуй просто сделать интересный канал про такого вот нелепого путешественника типа меня который нифига в этом не шарит и просто хочет поехать куда-то чего-то красивого увидеть причем едет автостопом в общем я самый жесткий слоупок в плане отпуска все уже наверно в отпуск съездили один я еду в отпуск только-только завтра это будет где-то на 5 дней наверное еду в одессу автостопом с киева в одессу это 480 километров не очень-то и много но поездка обещает быть интересной просто потому что это автостоп автостоп скучным не бывает о чем я хочу рассказать завтра начну писать какой-то пытаться блог надеюсь он будет интересным и мне и вам блок про автостоп я буду рассказывать всякие советы по поводу поезда к автостопом как это лучше делать что лучше одевать что лучше собой брать что лучше делать чего лучше не делать ну и все в таком духе плюс всякие впечатления от водителя которые мне будут попадаться это та еще история часто бывает на самом деле у меня опыт в плане таких поездок не очень большой это завтра будет всего лишь третья поездка но что-то я уже немножко понял для себя и вот эту маленькую информацию буду уже вам понемножку ведать ну и плюс конечно же просто впечатление от общения с водителями и с людьми которые будут попадаться по дороге если у вас будут для меня какие-то полезные советы в воду автостопа вы путешественник вы много раз ездили таким образом я конечно же буду рад услышать эти советы в комментариях я сам на себе это попробую ну и конечно же расскажу это в формате видео постараюсь делать это максимально увлекательно интересно и и в общем да пишите комменты мне будет интересно услышать ваши советы либо вообще мнение про мою задумку хотя я уже на самом деле ожидаю что вот автостоп а не страшно ли фула там война все дела ну война да но я не хочу сейчас честно говоря этот момент затрагивать это политика и это вопрос который может поднять бурление говен это больная вообще тема так что проедем это есть такой вопрос для всех вас как вы собираетесь в поездку потому что я например всегда в какую-либо поездку там поездом машиной автостопом собираясь вот вот так вот вот шмотки валяются на кровати все лежит на полу рюкзак и что-то даже вот буквально вот завтра я выезжаю а у меня вещи его только вывести усушиться на балкон как вы собираетесь было бы было конечно прикольно услышать как действительно это у вас происходит у меня вот именно так у меня вечно бедлам я вечно 70 процентов своего шкафа и гардеробу вообще вываливаю потом понимаешь что половина мне не нужно половина из того что осталось она вообще в рюкзак не влезет потому что вот сейчас например меня 80-литровый рюкзак не очень-то и большой но мне туда нужно поместить снаружи палатку каремат два спальника дофига шмо так еще обувь какую-то еду с собой нужно взять и кстати про гаджета хотела сказать вам про гаджета недавно юлия рябухина ездила в исландию если память не изменяли ирландию юля поправь меня если я ошибаюсь она сняла видео про то что она с собой брала в поездку и ну она девочка она много чего с собой брала ее обвинять не в чем а я парень мне как бы места мало тем более не хочу чтобы меня там вообще поездки трогали не собираюсь ничем заниматься просто гулять фотографировать отдыхать развлекаться валяться на пляже есть может быть немножко пить и главное бегать по утрам слушать музыку в общем а чего я беру беру с собой из гаджетов ну во-первых я беру с собой селфи стик с которой я буду снимать эти блоги снимая этот блог во вторых смартфон кстати честно вот это не реклама но просто чисто сердечное спасибо ребятам из samsung из пиара компания samsung они просто душечки я уже снял написал обзор на samsung galaxy s 6 edge плюс блин дурацкий честно говоря но аппарат конечно прикольные в общем обзор уже снят но они зная это душечки разрешили мне этот телефон взять с собой в одессу потому что знаю что могу я могу и хочу наснимать просто тучу классных фото которые будут использованы в том числе и в обзоре и просто оставит классное впечатление после одессы поможет запомнить классный момент и спасибо им большое за это они мне вот просто взяли и оставили телефон еще на полторы недели это честно не реклама это спасибо вот карина бербинец может быть ты даже это смотришь через девайс у меня еще с собой беру я беру немного я у саши вот в офисе который на служнике обозревает стащил такую портативную небольшую колоночку она по идее часов 8 должна музыку играть на одном заряде но мне уже заряжена она а пыли защищенную да разрешенная влага защищенная ну и что-то в таком духе то есть как раз на море что я самое то на пляже музыку слушать беру с собой еще вот такой вот зарядничек fast charge для как раз от этого samsung с которого я снимаю эту всю фигню емкость 2600 вроде бы если мне память не изменяет как раз на один раз его зарядить хватит еще беру такую баночку с зверушкой я недавно как раз написал на нее обзор числа в монтаже баночка на 8 400 миллиампер часов либо 5 800 я не помню короче говорят прикол в том что вот эта фигня может samsung galaxy но 4 с достаточно большой батарейкой фигня может смартфон этот зарядить на два полных раза это прикольно как раз уберу с собой но честно говоря не рассчитываю что мне всего этого хватит на 5 дней на которые еду потому что у меня как бы в этом телефоне там батарейка что-то под 3000 миллиампер часов плюс у девушки там полторы две и нам всего этого хватит буквально там на 2-3 дня не больше и надо будет искать какую-то розетку куда я кстати еду я так и не рассказал я еду в одессу вы уже слышали об этом еду в одессу буду останавливаться в кемпинге на трассе здоровья которая просто в центре одессы там кемпинг есть на территории скалодрома то есть здорово только скалодром такая беда чтобы не лазить метров 10 вроде бы и пятна или 15 на высоту и должна быть я не уверен в общем-то мы останавливаемся это все прямо на берегу моря происходит то есть мы палатку ставим буквально там 8 метров вниз спускаемся с холма и там просто красотища там берег море черное море одесса до центра недалеко вообще я считаю что это будет прикольно может будет и вечером на море посидеть там не знаю там вино может выпить нельзя пить плохо выпить вина пообщаться хорошо на берегу моря с прибоем я думаю это будет классно повторюсь я собираюсь маканала снимать об этом всем какие-то блоги я не обещаю что это будет интересно вот это видео я обязательно заливаю на канал вы его уже смотрите я не обещаю что мои видео будут интересны с одессы это будучи за такой вот пилотные выпуски проба я для себя пойму, насколько я интересен себе же в видео вот таким вот Макаром. Я пойму, насколько это будет интересно вам, зрителям. Ну и тогда буду соответственно делать выводы и будет понятно, делать мне такое дальше или нет. Так что подписывайтесь на меня в Твиттере. Меня зовут Руди Руслан... Нет, меня зовут Руслана, хотя ник у меня Руди Русланенко везде. Меня называют Руди. Так что подписывайтесь на меня в Твиттере. Можете добавлять меня в ВКонтакте. Думаю, все ссылочки будут в описании. В Фейсбуке добавлять меня. Общаться в комментариях, ставить лайки, не забывайте, потому что именно таким образом я буду понимать интересны подобные видео вам или нет. И просто следите за моими обновлениями, мне будет приятно. И смотрите наш канал, Фотос, где я работаю, там туча обзоров, короче, это уже реклама. На самом деле, это действительно очень интересно, я стараюсь, все силы вкладываю туда. В общем, я Руди, всем пока, ребята, увидимся еще обязательно. Все, пока.